Не все республиканцы бросились атаковать Клинтон после ее вступления в гонку. Так бывший кандидат в президенты США республиканец Майк Хакоби написал в твиттере «Хиллари, поздравляю! С ностальгией вспоминаю наши былые баталии». Поздравили Клинтона и бывшие коллеги по дипломатическому цеху. Министр иностранных дел Франции Лоран Фобиус сказал следующее. Она исключительная женщина, пользующаяся большим авторитетом, с огромным интеллектом и крайне компетентна не только во внешней политике. Среди рядовых американцев новые политические планы Клинтон встретили смешанную реакцию. Это правильное направление. Женщины, знаете ли, они одни только мужчины, мужчины, мужчины. Все это очень интересно, но мне также кажется, что политический диалог не может ограничиваться Бушами и Клинтонами. Я думаю, Билл занимал Белый дом в правильный момент истории, поэтому он был столь популярен. Но в сегодняшнем водовороте событий не уверен, что она правильный человек, чтобы руководить страной. Я думаю, да. Она добивалась всего, чего добилась, тяжелым трудом. И я полагаю, что пора уже женщине стать президентом. Меня это очень радует. Я так счастлива. У нее отличный имидж за рубежом, и она очень давно занимается политикой. Так что уверен, она будет хорошим президентом. Добавлю, что кресло в Белом доме в 2016 году будет стоить 2,5 миллиарда долларов. Именно такую сумму рассчитывает собрать штаб Хиллари Клинтон, по данным источников New York Times. Если это так, то нынешняя президентская гонка станет самой дорогой в истории. В США подошел к концу один из самых громких процессов последних лет по делу Джоди Ариас, которая убила своего боевых футболистов.